Африканская чума свиней Вчера в Барышевском районе был снят режим ЧС муниципального характера. Его вводили, поскольку в селе Сурские вершины был обнаружен очаг африканской чумы свиней. Однако радоваться рано. Заболевание обнаружили в Кузоватовском районе. Очаг заболевания вывели в поселке Кузоватово в личном подсобном хозяйстве, где погибло 11 свиней из 17. Оставшихся животных взяли под наблюдение. Специалисты ветеринарного контроля взяли все необходимые пробы для диагностики. Установлено 4 ветеринарных контрольных пункта. Определяются угрожаемые пояса. Распределение дополнительных доходов стало темой внеочередного заседания правительства. Напомню, что бюджет Ульяновской области будет увеличен на 1,5 млрд рублей. Это стало возможным за счет роста налоговых и неналоговых доходов и перераспределения средств внутри отраслей. Львиная часть средств пойдет на социальную сферу. Куда именно, расскажет Егор Титов. Сегодня правительство Ульяновской области собралось на внеочередное заседание. Главный вопрос на повестке дня – внесение изменений в областной бюджет. Регион получил дополнительный доход за первое полугодие. Кроме того, удалось сэкономить часть средств и провести их перераспределение. Все эти изменения нуждаются в отображении в главном финансовом документе области. Мы превысили план по поступлению доходов в бюджет нашего региона. Именно поэтому это дало возможность перераспределить средства, увеличить часть средств на ключевые статьи. Председатель правительства передал благодарность от губернатора Сергея Морозова, министром, за проделанную работу. Итак, доходы бюджета выросли более чем на миллиард рублей. Основными статьями перевыполнения стали налог на прибыль, НДФЛ и неналоговые поступления. Это позволило на полтора миллиарда увеличить расходы областной казны. С данным законопроектом направляются средства на первоочередные и социально значимые расходы. На заработную плату, в том числе на выполнение указов президентов, связанных с повышением оплаты труда работникам бюджетной сферы. В сумме 485,6 миллиона рублей. Кроме того, на меры социальной поддержки населения пойдет почти полмиллиарда рублей. Еще 164 миллиона отправят на погашение кредиторской задолженности. В первую очередь проблема касается системы здравоохранения. Региональным ведомством направляют около 150 миллионов рублей. Долговая нагрузка в отрасли очень велика. Вторым значимым пунктом это лекарственное обеспечение, как льготной категории граждан, так и в стационарах. И, наконец, последнее, это подготовка к отопительному сезону. Множество мероприятий, которые мы должны выполнить буквально в ближайшие дни. Значительные суммы получает образование. В эту сферу направят более 400 миллионов рублей. Деньги пойдут на ремонт и подготовку к новому учебному году школ и детских садов. Кроме того, выделены средства на создание уникального центра компетенции на базе Димитровградского техникума молочной промышленности. Нужно отметить, что наш регион успешно демонстрирует свои навыки, знания, умения в профессиональном образовании. Все изменения в бюджет утверждены правительством единогласно. Теперь им предстоит пройти рассмотрение заседания Законодательного собрания области, которое состоится 24 июля. Егор Стоф, Александр Кудряшов, Новость Улправда ТВ. Праздник здоровья для деревенских. В селе Новое Погорелого Корсунского района после ремонта начал работу фельдшерско-акушерский пункт. Наталья Чумаченко подробнее. В Ульяновской области в рамках национального проекта здравоохранения улучшается качество медицинского обслуживания не только городского населения, но и сельских жителей. В этом году в селе Новое Погорелого Корсунского района отремонтирован ФАП на сумму 2,5 миллиона рублей. Привели в порядок не только здание, но и отремонтировали котельную. По сегодняшним меркам Новое Погорелого – село Большое. В населенном пункте живет и работает более 500 жителей. Всем им необходима комфортная среда проживания, которая благоустраивается за счет муниципальных, областных и федеральных программ. По одной из них недавно был отремонтирован Дом культуры. Очередь дошла до фельдшерско-акушерского пункта. По словам местных жителей, раньше ФАП представлял собой жалкое зрелище и требовал срочного ремонта. Мечта сельчан сбылась. Заменили трубы, электропроводку в старом здании, капитально отремонтировали кровлю и полы, поставили пластиковые окна. Каждый день светлый и уютный ФАП открывает свои двери для сотен пациентов. Изменения произошли, скажем, фантастические и сказочные. То, что здесь было, здание построено в 90-х годах, было переделано на ФАП. Ну и, естественно, ремонта никакого не было. Ну а в этом году мы живем очень хорошо. Девочкам очень хороший ремонт сделали, прям сказочные изменения у нас случились. Теперь в фельдшерском пункте чисто и уютно не только летом, но и зимой. Комфортную температуру для всех медицинских процедур поддерживает новая отопительная система. Здесь обслуживается 590 человек, жителей. Из них 141 ребенок. Это достаточно большое число. Замена полностью отопительной системы ведет к тому, что на территории ФАПа будет тепло и уютно любому пациенту. Только за последние два года в селах Ульяновской области построено 16 новых модульных ФАПов. Закуплено два передвижных пункта в Никольскую и Базарно-Сызганскую больницы. Практически полтора миллиарда рублей в доходную часть бюджета мы снова добавляем. Добавляем уже в этом году третий раз. Это говорит о том, что бюджет выполняется, предприятия основные работают стабильно, налоги поступают в областной бюджет и федеральная помощь продолжает по графику поступать в региональный бюджет. Это замечательно. Напомним, региональный проект развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи нацпроекта здравоохранения будет реализован в России до 2024 года. В Ульяновской области к 2021 году должны построить еще 12 модульных зданий, закупить 12 мобильных ФАПов и 11 диагностических комплексов. В Ульяновской области набирает обороты уборочная компания. Фермеры убирают озимую рыжик, зерновые и зернобобовые культуры. Официальный старт компании был дан 8 июля в Новоспасском и Корсунском районах. На данный момент к уборке подключились Барыжские и Николаевские районы. Зерноуборочная техника готова к работе на 100%. Кроме того, в Ульяновской области продолжается заготовка кормов. Запасено уже 38 тысяч тонн сена. Из-за сбоя случившихся в Федеральной информационной системе ЗАГС приемы-выдачи документов в электронном виде временно приостановлены. Документы стали выдаваться, как в старые добрые времена, выписанные от руки. Как выяснилось, эта проблема не только ульяновская, она наносит общий российский характер. В чем проблема, разбирался наш корреспондент. Во вторник в Федеральной информационной системе Единый государственный реестр ЗАГС произошел сбой, в результате чего ульяновские отделения службы не могли принимать и выдавать документы в электронном виде. Эта проблема коснулась не только Ульяновской области, но и всей страны в целом. Информационная система была запущена в регионе с 1 октября прошлого года. Когда регионы докладывали о готовности к вхождению в новую систему, губернаторам нашей области было направлено письмо в адрес руководителя Федеральной налоговой службы Российской Федерации, который является оператором данной информационной системы, о том, что технически регион готов к вхождению в новую систему, то есть закуплены программно-аппаратные комплексы, пройдено обучение, проведено тестирование, но нагрузочное тестирование, которое проводилось многократно, показало неустойчивость и неработоспособность промышленного контура новой информационной системы. Из сложившейся ситуации сотрудники ЗАГСа выходили различными способами. Где-то принимали документы, чтобы обработать их в электронном виде, когда система вновь заработает, а где-то по старинке документы выдавались и принимались написанные вручную. Сегодня рано утром, но практически ночью, регионы, где день наступает раньше, Дальний Восток, Якутия, говорили о том, что вроде бы заработала система, но все мы боялись вот той нагрузки, когда центральная часть Российской Федерации тоже подключается и просыпается. Сейчас вот по последней информации, которая приходит мне от отделов ЗАГС, система заработала вначале, сейчас опять встала. По поводу случившегося, председатель правительства Александр Смекалин поручил направить письмо в адрес руководителя Федеральной налоговой службы. Он со своей стороны и до разработчиков довел эту часть. Ведь насколько поставлена задача президента Российской Федерации, мы должны сделать услуги максимально доступными. Конечно. А если, соответственно, разработчики посчитали, что вот есть сеть ЗАГС, которая вот такая, и вот 6 тысяч пользователей в сутки, это вполне достаточно, но это не значит, что эта услуга стала доступной. Это обращение должно касаться и представлению услуг ЗАГСа многофункциональными центрами. Правительство опасается, что сеть снова может не выдержать и пойдут сбои. Когда окончательно восстановится система, пока точно сказать нельзя. Жителям Ульяновска перед посещением отделения ЗАГС рекомендует позвонить по телефону 58 44 60 и узнать, как работает система. Егор Титов, Александр Кудряшов, Новости Управда ТВ. В правительстве Ульяновской области прошло внеочередное заседание Президиума комиссии при губернаторе Ульяновской области по обеспечению безопасности дорожного движения. На повестке дня стояли вопросы о состоянии аварийности на автомобильных дорогах и меры по снижению количества дорожно-транспортных происшествий. За последнюю неделю на дорогах Ульяновской области сложилась непростая ситуация. В ДТП погибло 12 человек. Из них четверо – жители других регионов. Об этом на заседании Президиума комиссии при губернаторе по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил начальник региональной госавтоинспекции Геннадий Полухин. Основное количество погибших пришлось на местных автодорогах в городе Ульяновске – это 10 погибших. Также необходимо отметить, что наиболее количество погибших в ДТП граждан регистрируется на автодорогах регионального и федерального значения. Это Кулияновск, Демитровград, Самара. Погибло 13 человек. Пестужевка, Барыш, Николаевка, Павловка. Не обошлось на этой неделе, что и подтверждает, что это, будем говорить, те горячие точки, на которые мы должны обратить особое внимание. 4 человека погибло. Саранцурск, Кулияновск – 7 человек. Геннадий Полухин подчеркнул, необходимо принять незамедлительные меры для стабилизации обстановки на дорогах. Особую тревогу вызывает рост погибших в авариях с водителями, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. По данным регионального ГИБДД, в каждом четвертом ДТП водитель сел за руль в нетрезвом виде. Особенно всплеск таких аварий наблюдается в летние месяцы, когда многие выезжают за город на отдых. Госавтоинспекция регулярно проводит областные профилактические мероприятия «нетрезвый водитель». Однако только силами сотрудников ГИБДД с подобной сложной ситуацией на дорогах не справятся. Начальник госавтоинспекции попросил законопослушных граждан сообщать о случаях, когда водитель не в состоянии управлять транспортным средством по телефонам 736 736 73 55 77 и 73 60 60. Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин напомнил, что на территории региона реализуется национальный проект «Безопасность дорожного движения». Амбициозная задача, которую поставил президент Российской Федерации в реализации этого мероприятия, это снижение количества погибших. Мы должны достичь показателей не более 4-х человек на 100 тысяч населения. Понимаем прекрасно, что это статистические цифры, и за каждой из них стоят сломанные судьбы, трагедии людей. Поэтому это особо важно сегодня понять и определить те направления наших действий. На совещании были рассмотрены дополнительные мероприятия, направленные на достижение целей, задач и показателей федерального проекта. Также обсудили работу системы комплекса фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. Завтра в регионе ожидается переменная облачность. Местами возможны дожди с грозами. Ветер восточный до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 26 градусов тепла. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.50 на информационном портале ulpravda.ru. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин